В 1943 году Владимир Комаров Владимир Комаров окончил семилетку и поступил в спецшколу ВВС. В сентябре 1945-го стал курсантом Борисоглебского авиационного училища. Через год переведен в Батайское военное авиационное училище имени Серова, которое закончил в 1949 году. Служил летчиком-истребителем в авиационном полку в Грозном. После окончания Военно-воздушной академии имени Жуковского был распределен в Государственный научно-исследовательский институт военно-воздушных сил испытателем новой авиационной техники. Именно здесь комиссия по отбору в первый отряд космонавтов предложила Владимиру Комарову новую работу по секретным испытаниям. В 1960 году он был зачислен в отряд космонавтов. Свой первый космический полет Владимир Комаров совершил на борту корабля «Восход» вместе с космонавтами Константином Феоктистовым и Борисом Егоровым. Это был первый в мире многоместный космический корабль. Впервые в составе экипажа летчик, инженер и врач. Впервые в истории полет без скафандров. Впервые применена система мягкой посадки. Салют, салют! Пусть! Есть путь! Длительность полета составила 24 часа 17 минут. Основной задачей полета было показать приоритет Советского Союза в полетах экипажа из нескольких человек. Космонавты стартовали при Никите Хрущеве, а докладывали об итогах полета уже Леониду Брежневу. На следующий день после их приземления Хрущев был смещен со своего поста пленумом ЦК КПСС 64-го года. С января 65-го Комаров инструктор группы космонавтов по программам Министерства обороны. В сентябре 65-го он включен в группу подготовки к первому полету по программе «Союз». Второй полет в 1967-м для Комарова оказался роковым. Во время спуска на землю не раскрылся основной парашют, а стропы запасного скрутились из-за вращения спускаемого аппарата. На большой скорости он упал в пустыне в Оренбургской области и загорелся. Американские астронавты оставили на Луне памятные медали с изображением людей, погибших при освоении космоса. В том числе Владимира Комарова. В 2006 году Берлинский симфонический оркестр в рамках проекта «К звездам» исполнил сюиту австралийского композитора Дина Бреда, которая так и называлась – Комаров, и была посвящена Владимиру. Имя Владимира Комарова носят населенные пункты в России, улицы и школы. Его имя присвоено кратеру на обратной стороне Луны и малой планете.